Глава вторая. Генесарецкое озеро Капернаум и Тит. День склонялся к вечеру. Приближались вечерние холодные сумерки. Генесарецкое озеро блистало тысячами разноцветных красок. В ясных водах озера, как в зеркале, отражалось вечернее небо. На дальнем берегу его виднелись деревья, сквозь густую листву которых в разных местах точно искорки пробивались огни отдаленной деревни. Всевозможных видов суда оживляли озеро. В то время, как одни из них с белыми парусами покачивались на некотором расстоянии от берега и, казалось, ожидали самого легкого ветра, чтобы немедленно пуститься в путь, другие под быстрыми взмахами весел легко скользили у самого берега. Над озером разносились приятные звуки знакомой народной песни и ясно слышно было, как перекликались между собой рыбаки, готовившиеся отплыть на ночную ловлю. Прекрасен вид гениссорецкого озера, когда в тихих волнах его отражается миллионами искр, ласкающих взор чудное нежное небо с мириадами звезд. Раскинувшийся по берегу озеро Капернаум казался восхитительным. Его расположение у самого берега огромного озера облегчало торговые отношения капернаумских горожан с окрестными городами. Ближайшее место к озеру занимали обширные склады товаров с верфями и целыми грудами канатов. Дальше располагался город со своей синагогой, выстроенной из белого и розового мрамора, с широкими улицами и площадями, простиравшимися до самого подножия черной цепи, которая в виде полукруга уступами окружала все озеро. Одинокий рыбак привязывал свою лодку в бухте, стоявшей в четверти часа ходьбы от города. Он уже привык к красивым видам своего города. Прелестная вечерняя заря, уступавшая место сумеркам, нисколько не трогала его. Он думал только о том, как бы поскорее утолить голод. Наклонившись к лодке, он быстро привязал ее, вынул сеть и несколько красивых рыб и насадил их на сорванный с ближнего дерева гибкий пруд. Когда он шел домой с сетью на плечах и рыбой в руках, он производил впечатление юноши лет девятнадцати, довольно крепкого телосложения. Красивое лицо сильно загорело и обветрилось. Из-под густых темных бровей смотрели выразительные глаза. Черные, как смола, кудрявые волосы, орлиный нос и тонко очерченные губы дополняли его портрет. Он был одет в одежду из грубого белого полотна без рукавов, которая доходила до колен, а в талии обхватывалась поясом из красной материи. На поясе висел простой небольшой мешок, заменявший юноше карман. Через десять минут юноша достиг городской стены, как раз в то время, когда страж собирался запирать ворота. Когда он быстро проходил через ворота, один из сторожей крикнул ему вслед. «Ну, малый ты, сегодня чуть не остался за воротами». «Мне это нипочем», — ответил юноша. «Мне уже часто приходилось ночевать на озере. Да и почему ты думаешь, что я не смогу проникнуть в город другим путем, не через ворота?» Сторож сделал вид, что хочет его схватить, но юноша со смехом увернулся и убежал. «Ты знаешь этого малого?» — спросил сторож своего товарища, громко смеявшегося над его неудачной попыткой. «Разумеется, знаю», — ответил он. «Его зовут Тит, а живет он с отцом Думахом на рыбном рынке. Они выдают себя за рыбаков». При этих словах он замолчал и только пожал плечами. «А что ты о них думаешь?» — равнодушно переспросил другой. Но привратник сделал вид, что не слышал последнего вопроса и с особенным шумом стал запирать ворота. А юноша в это время пошел по узким улицам по направлению к своему дому. Через некоторое время он вышел на широкую вымощенную площадь. Здесь стояло множество маленьких лавочек. При свете факелов можно было понять, что это рынок. У одной из этих лавочек он остановился и начал рассматривать товары, разложенные в небольших коробках. Здесь были медовые пирожки, сушеные смоквы, финики, маленькие кружки сыра из козьего молока, различные лакомства вроде орехов и всякого рода овощей. Подумав, Тит выбрал себе пару заманчивых с виду пирожков, попросил услужливого торговца завернуть их и, заплатив ему несколько медных монет, положил сверток в свою поясную сумку. Выбравшись с рыночной площади, он вскоре исчез на одной из маленьких узких улиц, что находилась во внутренней части города. Здесь были высокие дома, тесно примыкавшие один к другому. Юноша остановился у едва заметной в стене двери, осторожно оглянулся вокруг и вошел, тщательно затворив за собою дверь. — Это ты, мать? — спросил чей-то голос. — Нет, Стефан, это я. А где же мать? — Не знаю, — угрюмо ответил тот же голосок. — Она пошла к колодцу по воду, да вот до сих пор ее нет. — А я совсем отощал от голода и жажды. Не можешь ли ты, по крайней мере, вывести меня на двор, Тит? — Конечно, могу, — ответил Тит. — Сейчас я тебя напою. — Сбросив на землю сеть и рыбу, он выбежал на двор, освещенный луным светом. На одной стороне двора заметно было какое-то отверстие, завешенное кожей. Тит, согнувшись, пролез в отверстие и через несколько минут появился с мехом воды в руках. — Смотри, Стефан, что за луна? Как она сегодня ярко светит! А вот тебе и вода, хоть и не такая свежая, какую могла бы принести тебе мать. С этими словами Тит налил в кубок воды из небольшого кожаного меха и подал его Стефану. Стефан был калекой. Без посторонней помощи ему было очень трудно передвигаться. На его красивом бледном лице лежала печать тяжелых страданий. — Вода действительно не хороша, она имеет совсем плохой вкус! — промолвил мальчик. — Но она все-таки освежила мне язык и горло. Я рад, Тит, что ты вернулся. Теперь, по крайней мере, я могу пойти на кровлю. Сегодня был слишком утомительный и знойный день, и спина моя страшно болит. В то время как больной говорил это слабым и жалобным голосом, Тит развел небольшой огонь и подвесил над ним на тонком пруте рыбу. Вскоре рыба начала поджариваться, и приятный запах распространился по двору. — Вот я тебя сейчас обрадуюсь, Стефан! — заметил Тит, приготовляя простую трапезу. — Для тебя в моем мешке найдется кое-что вкусненькое! Глаза Стефана, устремленные на огонь, ярко заблестели. — А что, могу я своими гостинцами поделиться и с Го-Го? — спросил он после непродолжительного молчания. — Могу тебе сказать, что Го-Го примет это с благодарностью! — с улыбкой ответил Тит. — Я велел доброму Юстину завернуть пирожок и на его долю. Только ты не вздумай отдать мальчику все, слышишь? — Да, конечно, я и сам буду есть! — ответил больной Стефан. — Но, Тит, если бы ты только знал, как мне приятно делиться чем-нибудь с мальчиком! Он для меня дороже всех лакомств, какие только есть в лавке Юстина! — Я слышу, кажется, его голос! — С этими словами больной мальчик приподнялся на локтях и стал напряженно прислушиваться. Тит на мгновение прервал свое занятие и также начал смотреть на соседний дом, откуда доносился веселый смех и радостный лепет ребенка. — Да-да, это он, маленький плутишка! — сказал Тит. — Он теперь уже совсем удалец! — Да, правда! — живо воскликнул Стефан. — Ты только представь! Вчера он перелез через балкон между нашими кровлями и один прибежал ко мне! Он действительно любит меня! — прибавил Стефан убедительным тоном. — По крайней мере, любит пирожки и лакомства, насколько я знаю! — возразил Тит, улыбаясь. — Ну, вот, наконец, и мать! — продолжал он, посматривая на дверь. В это же время в дверях появилась высокая фигура с водоносом на голове. — Где ты была, матушка? — спросил Стефан, узнав мать. — Ты ушла еще перед заходом солнца, и я умер бы от жажды, если бы Тит не достал мне воды из меха. Отвратительная вода, скажу я тебе, а все же лучше, чем ничего! Женщина проворно сняла водонос с головы и, наливая мальчику воды в кубок ласково, сказала. — Ты не должен, дитя мое, делать матери выговор. Это неприлично. Это правда. Сегодня я дольше была у колодца, чем обычно. Там я наслушалась таких чудес, что время пролетело для меня совсем незаметно. Собралась большая толпа, и, разумеется, я должна была ждать, пока до меня дойдет очередь. Добрая Иохунда, наша соседка, рассказала чудную историю, которую ее муж услышал на рынке. Весь Капернаум в возбуждении и изумлению нет границ. — Не лучше ли нам сначала поужинать, мама? — прервал Тит ее рассказ. — Стефан совершенно ослаб от голода. Да и я тоже страшно проголодался. Чудесные истории мы можем послушать и потом. С этими словами он снял с огня рыбу, а Приска, так звали женщину, принесла тонкие лепешки, служившие здесь и скатертью, и тарелкой, и самой пищей. Разломив на куски сухую тонкую лепешку, она разделила куски на три части, в то время как Тит делил на столько же частей рыбу. После этого все трое положили свою часть рыбы на хлеб и принялись утолять голод. Кружка воды довершала их скромную трапезу. Тит ел с аппетитом. — Ну вот, Стефан, теперь я снова стал человеком! — воскликнул он. — А ты съел немножко больше воробья. Вот, подожди, я тебе достану пряник. — Ты сначала выведи меня на кровлю, Тит, — ответил мальчик. — Я туда возьму и пряник. — Хорошо, подожди только, я снесу туда твою постель. Теперь свежо наверху, и ты заснешь там спокойнее. С этими словами он исчез в темном пространстве комнаты и через несколько мгновений показался снова с небольшой ношей на плечах. — Как только устрою тебе постель, сейчас же вернусь сюда и отнесу тебя наверх, — проговорил он и быстро стал подниматься по грубой лестнице, которая со двора вела на кровлю. Через время, весело посвистывая, он поднял с кучей рыболовных сетей беспомощного Стефана и медленно понес его по лестнице на кровлю. Там он положил свою ношу на устроенную им недалеко от края кровли постель. Мальчик с наслаждением вдыхал в себя воздух и смотрел вверх на ясное небо, раскинувшееся над ним великолепным шатром. В глубине неба спокойно блестели луна и звезды, а с озера дул приятный ветерок. — Ах, Тит! — со вздохом заметил мальчик. — Если бы не было ночей, я бы не выдержал. Ты не можешь представить, как надоели мне эти дни, когда положительно ничего нельзя делать, иной раз не с кем слова молвить, если бы отец был дома. Мальчик внезапно остановился и вздохнул. — Го-го! Стефан! Пришел Го-го! — веселый детский смех раздался с кровлей. — Он здесь! — послышался женский голос, и сразу же показалась чья-то маленькая фигурка на коротких толстых ножках, и неуверенными маленькими шагами стала приближаться к Стефану с восхищением, смотревшему на ребенка. — Ты только смотри, Тит! Как он уже может хорошо бегать! — говорил он. — Милый мальчуган, иди сюда, Го-го! Иди ко мне! У меня есть пряник с сахаром! Хороший пряник! При слове «пряник» маленький человек пустился бежать и непременно бы упал, если бы его вовремя не подхватил на руки Тит. Он посадил его возле Стефана, которому, по-видимому, доставляло огромное наслаждение, непонятная детская болтовня. — Лукавый ты у меня! — сказал Тит Стефану. — Ведь я говорю, что тебе придется расстаться со своими пряниками. Вслед за этим он вынул из своей поясной сумки пряники, которые, к его сожалению, оказались несколько измятыми, и вручил их Стефану. — Дома твоя мать! — послышался знакомый женский голос с соседней крыши. — Дома, но она еще занята! — ответил Тит. — Придет сюда, как только справится с делами! В это же время возле лестницы показалась Приска. — Добрый вечер, соседка! — сказала она, заметив на соседней кровле женщины. — Иди сюда! Сейчас я буду рассказывать, что услышала удивительного у колодца, когда ходила туда по воду. — О, это ты, наверное, говоришь о том незнакомце, который творит теперь столько чудес! — спрашивала соседка, опираясь на перила кровли. — Я тоже о нем кое-что слышала! Вслед за этим обе женщины уселись возле перил, и началась беседа.